Пришла идея несколько слов сказать про регулярную практику в эпоху перемен. Совсем недавно я спускалась в лифте, и зашёл мужчина, так тревожно посмотрел на меня, одел маску и сказал следующие слова. «Ну вот, сейчас одену намордник и пойду по делам». Я спрашиваю, а зачем? Он ответил, что буквально несколько дней назад он спускался, и женщина не пустила его в лифт к себе, и я сказала, ждите лифт, не заходите ко мне, даже несмотря на эту маску. И далее я некоторое время размышляла об этом, что в нашей стране происходят очень своеобразные вещи. Не потому, что нужно бороться за свободу, ходить без масок, или маски действительно защищают и спасают человечество от некого вируса. Сейчас речь не об этом, а, наверное, о том, как люди в этот период относятся друг к другу. Я не застала в нашей стране тех времен, когда все было запрещено, как разговоры, так и выезды за рубеж, но думаю, что более старшее поколение все это помнит, и то, что происходит у нас сейчас, ну, может быть, их не так пугает, не так расстраивает, но в то же время даже сложно поверить, что такие вещи происходят. Для молодого поколения, которые моложе меня, которые привыкли говорить что угодно, везде ездить, вести себя достаточно свободно, для них, конечно, происходящие вещи вокруг очень стрессовые, и когда мы попадаем в стрессовые ситуации, мы начинаем искать виноватого в этом. И, конечно же, виноватого вовне. То есть это могут быть какие-то окружающие, которые заходят к нам в лифт без маски или с маски, но как-то неподозрительно выглядят, или вдруг могут совершенно случайно кашлянуть, или же чихнуть, или же это могут быть какие-то люди, которые вещают с телевизора, о которых мы читаем в новостях. Соответственно, все это вызывает негативные эмоции, и потом, когда оппозиция к этой стороне начинает выдвигать свои концепции, что нами просто хотят управлять, чтобы мы жили в страхе, чтобы мы все боялись, и только производили ресурсы и так далее. И получается, что что бы мы ни слушали из средств массовой информации, оно несет негатив. Если нам рассказывают о том, какой у нас вирус сложный, это негатив. Если нам рассказывают о том, что все это делается, чтобы нами управлять, и мы жили в страхе, это негатив. И в итоге мы находимся в таком поле, море негатива, который потом через нас проходя, уходит на других людей, и это могут быть люди или незнакомые в лифте, в магазине, и кто, например, не соблюдает карантин и гуляет, или же наших близких, с которыми мы вынуждены находиться в такой изоляции, в одном пространстве, и с каждым днем это становится все сложнее. Но я думаю, что люди, которые до всех этих перемен, до всей этой паники, суеты занялись саморазвитием, они находятся в несколько выгодном положении, потому что они хотя бы имеют инструмент или идею, или возможность предполагать, что причина может быть совсем в другом. И все, что мы видим, и все, что мы получаем в жизни, это следствие наших причин, следствие того, что мы делали, думали, производили сами. Я делала эфир по этому поводу несколько дней назад, и по большому счету, наверное, все об этом высказала, когда я рассказывала о Сутре о мудрости и глупости, но там говорила об этом достаточно кратко, и в большей части у меня была идея рассказать именно о Сутре, обо всех этих переводах, об этих людях, которые всю жизнь этим занимались, и, ну, можно сказать, пробивали стену невежества, чтобы русские люди могли читать такие тексты, могли познавать как учения Будды, так и йоги, могли заниматься и читать это все на родном языке. Что же делает современное поколение сейчас? Какие фильмы, передачи, какие книги читают современные люди? В то время, как на русском языке доступны уникальные, удивительные, редчайшие сокровища, которые были написаны много тысяч лет назад. И я думаю, что те, кто начали заниматься саморазвитием до всего этого, у них, конечно же, есть возможность это время самоизоляции посвятить наконец-то чтению тех книг, которые были куплены ранее, или же тех материалов, которые были положены в закладке в их браузере, или же наконец-то попробовать на практике все то, о чем они читали и слышали ранее. И я не говорю, что нужно записываться на какие-то курсы по медитации, по йоге, нужно обязательно покупать какие-то билеты и тратить деньги на это. Речь совсем не об этом. Для кого-то подходит практика хатха-йоги. Существует множество комплексов хатха-йоги, которые выложены бесплатно. И в данном случае люди, которые сейчас сидят до дома, они могут заниматься у любого преподавателя по всему миру. Всегда у преподавателей как хатха-йоги, так и любых других направлений. Здесь я буду говорить о йоге, но вы можете в уме держать любое направление именно саморазвития, то есть не танцы, где мы зажигаем, расслабляем, и просто, не знаю, проводим время, тратим, убиваем время свое и пытаемся как-то куда-то вложить энергию. Я говорю именно о саморазвитии, и чуть позже скажу, а зачем, почему не танцы, а почему все-таки другие системы. То есть возвращаясь, у любого преподавателя техники саморазвития есть разные ресурсы, и всегда человек вкладывается в ресурсы, которые люди могут скачать и пользоваться без платы. То есть здесь не нужно думать, что подобные обращения и выступления, они направлены на то, чтобы все пришли к нам на портал asanaonline.ru, что-то там купили, куда-то там записались. Здесь вовсе нет. У нас много ресурсов, где человек может прийти, скачать, выбрать или онлайн заниматься без платы. Речь о том, чтобы люди выбирали то, что им близко, выбирали то, что им импонирует, и здесь занимались. Но я по себе знаю, так как сама тоже посещаю разные онлайн-мероприятия, что когда ты с кем-то проводишь время, ты чему-то учишься у него, ты что-то берешь у него, тебе хочется каким-то образом человека отблагодарить и ему что-то отдать. Это естественное желание у любого человека, который опять же начинает заниматься своим внутренним миром, не только брать «я вот это узнаю, вот здесь почитаю, вот это себе возьму», не только всё-всё-всё себе, но когда ты начинаешь глубже этим интересоваться, то пробуждается желание отдавать. И различные платные мероприятия, они сделаны только для того, чтобы облегчить жизнь как преподавателю, так и занимающимся. И почему же я делаю упор именно на техниках саморазвития? Это то, что помогает вам стать бесстрашным внутри, не внешне, а внутри. Когда мы с вами узнаем очередную новость, что нужно с какого-то числа ходить только в масках, только в перчатках, предположим, что это только начало, и следующей мерой борьбы будет всем одеть целлофановые костюмы, и это будет обязательная форма. И здесь можно сначала терпеть, потом бороться, потом идти на какие-то крайние меры. Можно просто нервничать и обсуждать со своими близкими, друзьями, знакомыми, как всё плохо в нашей стране, как все виноваты. Можно идти в различные паблики и писать грозные комментарии. Можно, как сейчас разные звёзды или оппозиция, делать громогласные заявления. И потом ждать, что аудитория будет это всё репостить, и опять же продолжать собирать негатив. А можно пойти другим путём. Всё, все эти выкрики, все эти действия, они, возможно, имеют значение. Но какую реакцию ожидают эти люди? Какую? Каким образом можно изменить положение дела в мире, разве как не работай с собой? Невозможно изменить вот это основное правило, основную структуру, этот основной принцип нашего мира, что всё непостоянно. Никто из нас, людей, которые, по крайней мере, обладают двойственным восприятием, то есть разделение на себя и другие, никто из нас не сможет сделать что-то постоянное. Всегда будут изменения. И мы только привыкли к комфортной жизни, когда мы можем планировать отпуск, планировать обучение, планировать встречи с людьми. Мы привыкли гулять, мы привыкли что-то делать, как-то общаться. И когда у нас это забрали, когда нас ограничили, это шок, это страх. И если человек пытается что-то изменить вовне, ну то есть опять начинает подстраиваться к этим обстоятельствам, опять как-то, может быть, с этим бороться, это временная мера. Потому что как только мы подстраиваемся к новым обстоятельствам, это всё равно изменится. И чем тратить силы на то, чтобы подстраиваться, чем себя успокаивать или бороться с чем-то? Лучше вложить время сейчас, когда очередное непостоянство проявилось во всей красе. Лучше вложить эти силы, эту энергию, эту мотивацию в то, чтобы разобраться с внутренними страхами. Существует много методик по этому поводу. И в данном случае у человека есть на это голова, есть ум, есть мозг, который каждому может помочь выбрать то направление, ту технику саморазвития, которая больше ему подходит. Опять же, в силу его образования, в силу его склонностей. То, что понятно, и то, что он может использовать для себя. Потому что, опять же, когда человек молодой, когда его ум достаточно гибкий, он может принимать многие вещи и концепции, это сильно отличается от людей, которые повыдали многое и кому уже очень сложно изменить свое представление о мире. Вот в данном случае не идет речь о том, что нужно всем срочно измениться и стать одинаковыми. Но есть речь о том, что практика внутренняя работа с собой, она способна изменить нас настолько, что внутри этих страхов не будет. когда мы будем слышать очередное объявление или очередное ограничение, у нас не будет вот этого чувства противоречия. И не из-за того, что человек стал покорный и можно управлять. Это очень сильно отличается. Вот все люди, которые боятся сейчас, что какие-то меры сделают человека управляемым, это лишь проявление страха. Эти люди считают, что можно сделать, что человек может сделать что-то, чтобы эти ситуации, когда пытаются управлять, они не появлялись. То есть давайте все выйдем на улицу и сделаем так, чтобы эти ситуации больше не появлялись. У нас будет какое-то другое руководство, у нас будут какие-то другие системы, и мы сможем все изменить. Ну, посмотрите на историю, как это все, кто менял, к чему это все приводило, и что? Непостоянство проявляется именно таким образом, что такие ситуации будут появляться всегда. Всегда будут появляться вне зависимости от того, боремся мы с этим или не боремся. А знаете почему? Не потому, что люди глупые, не потому, что ведомые, а потому, что все мы совершаем разные поступки. Все мы привязаны к результату своих действий, и все мы будем получать следствие от этих действий. Пока мы привязаны к тому, что делаем, пока у нас есть страсть, пока у нас есть гнев, а это никуда не денешь, это никаким образом не пройдет само. Это не та царапина, которая затянется. У человека есть иммунитет к этому, его внутренняя природа, которая время от времени проскакивает или же выходит на поверхность, когда вдруг с того ни с сего, не свойственна вам. Вы проявляете добросердечие, вы хотите помочь кому-то. Не просто хотите, а вдруг спонтанно это делаете. Эта природа есть во всех, но в то же время есть и другое. Есть вот это невежество, запутанность, когда мы не знаем, что правильно, что нет, когда мы не понимаем, как себя вести в разных ситуациях, когда мы слушаем агрессивные заявления, наставления и считаем, что таким образом мы можем изменить ситуацию, мы можем изменить мир. Но почему практики саморазвития? Ещё раз к этому возвращаюсь. Потому что, когда мы начинаем заниматься йогой или медитацией, какими-то вещами, которые тренируют нас внутри, которыми мы стараемся обуздать вот эти вот автоматические модели поведения, когда мы реагируем злом на зло, агрессией на агрессией, оскорблением на оскорблением, которые проявляются тоже в связи с нашей кармой, но когда мы не контролируем эти вещи, не стараемся обуздать это, не стараемся преобразовать это в что-то положительное, вот именно эти техники, когда мы начинаем заниматься, они помогают это сделать. До тех пор, пока мы это не делаем, мы продолжаем проявлять и проявлять и проявлять такие автоматические шаглонные реакции, снова и снова нарабатывать или создавать причины для того, чтобы непостоянство проявлялось во всей красе. И когда мы встретим с вами в следующий день очередное ограничение, можно пойти по тому пути, как предлагают сейчас большинство оппозиций, когда мы начинаем всех ругать, проявлять агрессию или же вот всё, что я говорила ранее. А можно в очередной раз задуматься, что с нами это происходит не просто так. Причём, вы заметите, что каждый из нас это видит по-своему. Кто-то на это реагирует относительно спокойно, кто-то на это реагирует очень остро. Почему? Ведь события одни и те же, ведь слышим и вроде бы одно и то же, но почему же реагируем по-разному? И если большинство людей начнут задумываться о том, какие мысли вы производите, какие слова и какие действия, вы будете видеть совершенно другие вещи. И вполне возможно непостоянство, которое при этом, конечно, никуда не денется, оно будет в вашей действительности проявлять совсем другие вещи, которые будут больше у вас вызывать улыбку, больше положительных эмоций и проявлять разные хорошие ситуации в вашей жизни. Я помню, что был 2012 год, когда все готовились к концу света, и мы тогда с нашим клубом проводили различные семинары с одним человеком. Он, в общем, очень сильно об этом рассказывал, об этом конце света, что нужно запасаться разными материалами, разной едой, питанием и так далее. И когда наступил 2012 год и наступил в декабре этот день, когда должен был быть конец света, согласно календарю мая, ничего не изменилось. Жизнь продолжилась и, в общем-то, сейчас уже 2020 год. И я слышала, сейчас я чуть-чуть своими словами рассказываю, то есть будьте внимательны, возможно, он немного по-другому формулировал, но тем не менее идея была такая. Когда его спрашивали, ну вы же говорили, вы же говорили, что будет, ну почему же его не случилось? Он отвечал так, а почему вы думаете, что его не случилось? Существует множество реальностей, и каждый человек, он может видеть реальность по-своему, и в чьей-то реальности это случилось. Жизнь и мир изменился настолько, что это можно считать концом света, в какой-то реальности или вселенной действительно закончилось существование, а у кого-то нет. Это немного вольно, но общий смысл был такой. И то, что мы видим немного по-разному происходящее, ну кто-то немного, кто-то сильно, это тоже такой очевидный факт, я сейчас не буду сильно надолго останавливаться на этом, но тем не менее каждый видит события по-разному. Порой одни и те же вещи мы можем слышать тоже по-разному. Здесь невозможно найти какой-то абсолютной трактовки, но вот что работает для всех, когда мы начинаем заниматься и работать со своим внутренним миром и размышлять о каких-то эмоциях. То есть работа в основном с отрицательными эмоциями типа гнева, страстной привязанности, когда мы понимаем, что это нам обязательно нужно, мы без этого никак не можем. Вот чем больше мы за это цепляемся. Например, всем хочется выходить на улицу, мне тоже хочется. Не думайте, что я такая идеальная и полностью свободная от привязанности? Нет, конечно хочется, особенно когда хорошая погода. И каждое ограничение, когда чтобы выйти на улицу нужно одеться в скафандр или же просто страшно подходить людям не потому что боязнь заразиться или какие-то подобные вещи, а потому что люди так настроены, у них появляются больше отрицательных эмоций, когда к ним подходят близко. Или же эти ситуации с лифтом, когда тоже люди напрягаются, чтобы проехать в одном лифте. Разве это нормально? Вот в данном случае всё это моё выступление не к тому, чтобы сформировать, опять же, какое-то отторжение, сопротивление от происходящего в нашей жизни, в жизни каждого из вас, но чтобы, наверное, дать какой-то повод задуматься о том, что через внутренние изменения мы можем изменить то, что видим. Когда мы говорим вот эту фразу «измени себя, изменится мир вокруг», это не значит, что мы меняем мир и что мир какой-то несовершенный, неидеальный, и мы его ведём менять. Смысл фразы, ну я, по крайней мере, вижу совсем не в этом. Но то, как мы видим мир и какой мир является, это две разные вещи. Очень интересный есть фрагмент в Малакирти-Нертиш-Сутре, когда Шарипутра посмотрел вокруг и увидел, что какой-то мир неидеальный, везде вот кусты какие-то, всё валяется, как-то, ну совершенно нет идеального порядка. В то же время это мир, в котором живёт Будда, просветлённый, ну как же так, как это возможно, что в таком вот несовершенном мире живёт Будда. И Будда знал его мысли, он сказал, скажи Шарипутра, если слепой человек смотрит на Луну и не видит её сияние, чья проблема? Слепого человека или Луны? И Шарипутр сказал, ну конечно, это сложность слепого человека. И Будда ему ответил, что точно так же и в твоём случае, если ты не видишь чистоты этого мира, это не проблема Будды. и там был дальше ряд событий, когда Шарипутр всё-таки увидел чистоту Земли, и действительно это только была его запутанность, его невежество. Вот в нашем с вами случае, если мы видим несправедливость этого мира, это не потому, что мир несправедлив, не потому, что мир несовершенен и нужно что-то изменить в нём. Это значит, нужно изменить взгляд, изменить внутренние качества, у всех свои. Здесь невозможно тоже сказать единого рецепта, что нужно сделать, чтобы легче было жить на свете. Хотя я в одном фильме слышала очень интересную фразу, которая звучит примерно так. Чем больше думаешь о людях, тем легче жить на белом свете. Вот это хорошее, мне кажется, лекарство. И я думаю, что если каждый из нас будет себе напоминать время от времени, особенно когда сталкиваешься с ситуациями, которыми внутренне, ну не всегда готов, не всегда готов отреагировать на это позитивно, по-доброму, по-человечески и так, как ты бы сам хотел, чтобы к тебе относились. Вот если мы будем напоминать себе, я думаю, что это очень неплохое противоядие, это очень хороший иммунитет. А я чуть ранее уже говорила, что внутри нас иммунитет есть. Вот это наша внутренняя природа, которая стремится делать хорошее, несмотря на то, что люди её гасят максимально различными субстанциями, алкогольными, сигаретными, какими-то отравляющими из еды. То есть, конечно же, это всё притупляется, это всё изменяется, но тем не менее эта природа всё равно пытается как-то выйти на поверхность. И в разных ситуациях, в словах, в беседах, в поступках, даже в мыслях она проявляется. И практика саморазвития, она помогает очистить те препятствия, очистить загрязнения, сгладить привязанности, изменить гнев на какие-то сострадательные качества. Именно практика саморазвития. У кого-то это идёт через хатха-йогу, у кого-то через медитацию, кому-то помогают пранаямы. Здесь нужно искать что-то своё, и обязательно мы сможем тогда проработать свои внутренние ограничения, и легче будет жить на белом свете и самому человеку, который этим занимается. И, конечно же, это будет большим примером для других людей. Ни какие-то баррикады, ни какие-то выступления и агитации на то, что всё плохо, и образование становится онлайн. Не в этом проблема. Это происходит только потому, что на это есть причины. Как только мы это поймём, что причины не потому, что стадо, не потому, что ведомы, совершенно в другом. Каждый сам видит то, к чему готов, видит то, что сам сформировал в прошлом. Как только каждый человек для себя с этим согласится и начнёт работать над собой, не над тем, что другие пошли, вышли в мир, вышли в борьбу, отключились от интернета и перестали пользоваться онлайн-платформами. Как только каждый сам задумается, а в чём он не прав, тогда и изменения не с горами. Благодарю, что выслушали это обращение. Надеюсь, что смогла вас вдохновить на саморазвитие, самопознание. Вам желаю успехов в этом. И у нас сейчас для этого достаточно времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok